Здравствуйте! В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Этот праздник учрежден в 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН. Эта дата выбрана не случайно. Она имеет символическое содержание и приурочена к проведению первого всемирного телевизионного форума. Телевидение продолжает оставаться одним из самых популярных средств массовой информации во всём мире. Ну а что интересного произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В администрации обсудили текущую обстановку в городе. В Смоленской области стартует пилотный проект прямые выплаты. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 85 сообщений о происшествиях. Сводка чрезвычайных происшествий за неделю. Десногорск принял первенство Центрального Федерального округа по баскетболу. Губернатор Алексей Островский провел заседание по вопросам обеспечения правопорядка в Смоленской области. За год 7 тысяч различных опасных предметов были изъяты приставами на входе в суд. Было составлено 307 административных протоколов в адрес нарушителей. Еще одним пунктом повестки дня стал вопрос о деятельности регионального управления ФСИН. В исправительных учреждениях и следственных изоляторах сохраняется стабильная управляемая оперативная обстановка, обеспечивается поддержание правопорядка и законности. На территории региона действуют 186 народных дружин. Их численность составляет почти полторы тысячи человек. В 2018 году смоленские полицейские совместно с дружинниками пресекли около 4 тысяч административных правонарушений. Когда будет открытие кинозала? Вернется ли в квартиры десногорцев вода после аварии? Какие мероприятия пройдут в городе? Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании. Работа по реконструкции кинозала входит в завершающую стадию. Торжественное открытие запланировано на 15 декабря. В отделение скорой медицинской помощи поступил 191 вызов. Один человек попал в медсанчасть в тяжелом состоянии после ДТП. Продолжается прививочная кампания. А в акушерском отделении на свет появились два младенца. На водопроводных сетях продолжаются ремонтные работы. Коммунальная авария вскрыла 8 дефектов на участках водопровода. Ремонтные работы на остальных дефектных участках продолжатся без отключения воды. 24 и 25 ноября пройдет первенство Центрального федерального округа среди мужских команд по баскетболу. Будут играть «Арсенал-2» и «Липецк». 25 ноября в Десногорской детской музыкальной школе пройдет праздничная программа «Мама – первое слово в каждой судьбе». Мероприятие проходит в рамках поддержки фонда президентских грантов при участии Совета женщин. Планируется пока спектакль «Колобок». Приглашают всех желающих. В Смоленской академии войсковой ПВО прошел день открытых дверей. Традиционная акция собрала в стенах вуза абитуриентов не только из Смоленской области, но и из многих регионов России. Гости познакомились с руководством академии, посмотрели условия проживания, быта и учебы курсантов. День открытых дверей в академии проходит два раза в год – осенью и весной. Их стараются провести максимально интересно и разнообразно, ведь для кого-то именно этот день может стать решающим в выборе будущей профессии. С 1 января в Смоленской области изменится схема выплаты пособий по обязательному социальному страхованию. По этому случаю 16 ноября состоялся обучающий семинар. Подробности далее. С новыми изменениями в схеме выплат пособий ознакомились бухгалтеры и специалисты отдела кадров. Семинар провели сотрудники Смоленского отделения Фонда социального страхования. В настоящее время он работает с предприятиями по зачётному принципу. Это значит, что работодатель выступает в роли посредника. Он самостоятельно назначает пособия по временной нетрудоспособности, материнству и детству, а также затрачивает свои ресурсы для денежных выплат работникам. Далее работодатель обращается в фонд для возмещения этих расходов. Кроме того, он имеет право уменьшить страховые взносы на сумму выплаченных пособий. К сожалению, эта система устарела и нередко терпит сбои. О причинах, почему эта схема уже не актуальна, рассказала представитель Смоленского фонда социального страхования. «Очень много предприятий испытывают финансовые затруднения и попросту не находят необходимое количество средств для того, чтобы эти самые пособия выплатить своим работникам всем без исключения. Кроме того, есть работодатели, которые попросту скрываются, исчезают, руководители, которые скрываются от органов правопорядка. И тут о выплате пособий вообще речь не может идти». С начала 2019 года большая часть пособий будет рассчитываться не бухгалтерией предприятия, а фондом социального страхования. Выплаты работающим гражданам будут поступать напрямую на счёт в банке или по почте. Благодаря этому каждый работник гарантированно получит социальное обеспечение своевременно и в полном объёме. Также у каждого застрахованного смолянина есть свой личный кабинет фонда социального страхования. Здесь же можно увидеть, сколько учтено больничных дней, какая средняя зарплата взята для расчёта пособия и размер самой выплаты. Детективная история произошла в центре Смоленска. Трое смолян спрятали мёртвое тело в самодельном гробу. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как мужчины заталкивают ящик в машину, а потом едут по городу с открытой дверью. Местонахождение машины было установлено. В ней обнаружили коробку, а внутри завёрнутые в одеяло и полиэтиленовую плёнку труп мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 54-летний житель Смоленска. Следователи выяснили, что в ходе распития алкоголя между двумя мужчинами произошёл конфликт. В результате хозяин квартиры жестоко избил гостя. Через несколько дней злоумышленник поместил тело мужчины в ящик и попытался увезти. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок от 6 до 15 лет. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 85 сообщений о происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 71 административное правонарушение, в том числе 56 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечён 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. 19 ноября днём на третьем километре автодороги Десногорск-Богданово произошла авария с участием Hyundai Solaris. 50-летний водитель выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в Квет и опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения. Баскетбол активно развивается в Десногорске. Команда ЦСП «Динамо Росэнергоатом» является единственным представителем Смоленщины в первенстве Центрального федерального округа. Минувшие выходные она встретилась с Тульским арсеналом. Защищать честь Смоленщины на турнире такого уровня десногорцам выдалось впервые. Команда, которая состоит из молодых, но опытных игроков, чувствовала себя уверенно. И это было заметно даже тем, кто пришел посмотреть игру. Баскетбол развивается в Десногорске уже несколько лет. С этого года в городе стартовала и социальная программа поддержки этого вида спорта. Она называется планета баскетбола «Оранжевый атом». Сам баскетбол носит социальную направленность. Мы к этому подключили еще наш один детский сад «Лесная сказка» и школу номер три, первый класс. Это, так сказать, наше будущее. Педагогам вручили баскетбольные мячи, а с начинающими спортсменами провели тренировку в игровой форме. Очень нравится, что появляется некая преемственность поколений, потому что баскетбол в Десногорске, он был значительно раньше до прихода проекта планета баскетбола лет на 30. И есть люди, которые сегодня, имея какие-то, как и я, определенные года, которые начинали здесь баскетбол вместе со строительством города, вместе со строительством станции. И наша задача, вот чтобы вот эта вот преемственность, эта история сохранилась. Команда деснокурцев сразу дала понять, что это их территория. И отступать они не намерены. Гости из Тулы заметно нервничали. Игра была столь жаркой, что не обошлось и без травм. В составе команды «Арсенал» играли совсем юные игроки. Так что невольно некоторые зрители болели из-за них тоже. Насколько я вижу, что команда Тульчана, она боложе, чем наши, я немножко из-за них болею. Но в большей степени, конечно, Десногорск. Им победы, удачи, здоровья. Как дочка начала интересоваться, так и я стал интересоваться. Потому что люблю, занимается и муж баскетболом, и сын, и я занималась баскетболом. Многие десногорцы приходили болеть целыми семьями. В городе этот вид спорта очень любят. Десногорск победит! Да, Десногорск болеем! Благодаря высокому уровню физической подготовки, тренеру и мощной поддержке со стороны болельщиков, команда «Динамо» «Росэнергоатом» дважды одержала победу. Ирина Наруматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В культурно-выставочном центре имени Тенишевых стартовал международный форум специалистов в области молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания. Форум собрал более 150 человек. В открытии принял участие и глава региона. Участники обсуждают развитие волонтерского движения и делятся опытом патриотической работы общественных объединений и организаций. С докладами выступили 30 профессионалов, связанных с патриотизмом и молодежной политикой. И коротко о погоде. 22 ноября будет небольшой снег, днем минус 2, ночью минус 4. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnaldefestv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алина Сазонтова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова